ОСОЗНАНИЕ Но уже спустя несколько лет исследователь сделает сенсационное заявление – камни умеют дышать, у них прослушивается пульс, они способны передвигаться, хотя и очень медленно. Но ведь это все свойства живых организмов. Когда доктор Демон случайно обнаружил пульсацию в большом камне, который он использовал в своей лаборатории вместо пресса, первая ее реакция была «не может быть». Потрясенный ученый решил проверить камень при помощи кардиографа, и прибор действительно зафиксировал слабую, но повторяющуюся с определенным ритмом пульсацию. К исследованиям присоединился Пьер Бертран Эскалье. Вместе они провели сотню экспериментов, в ходе которых зафиксировали не только пульсацию камней, но также частоту их дыхания и скорость передвижения. Используя фотографии, сделанные через большие промежутки времени, ученые выяснили, для того, чтобы самостоятельно переместиться на 2,5 мм, камню понадобилось 2 недели. Камни – это живые существа, только с очень медленным процессом жизнедеятельности. К такому выводу пришли исследователи в результате своих экспериментов. «На один вдох у камней уходит от 3 дней до 2 недель. Обнаружить пульс камня можно только при помощи очень чувствительной аппаратуры. Каждый удар сердца длится около суток, и поэтому его нельзя почувствовать или услышать без специальных приборов», утверждает доктор Демо. Но оказывается, камни способны на большее. Они могут не только перемещаться на заметное расстояние, но даже самостоятельно забираться на высоту, петь, ворчать, копировать голос человека и даже размножаться. То есть воспроизводить себе подобных. Именно это происходит с камнями-травантами из Румынии. Эти обтекаемые округлой формы камня размножаются путем почкования. Помните, в школе нам рассказывали, как происходит этот процесс у пресноводного полипогидры? Да, это вот эта вот штука. Вот так же размножаются и траванты. Сначала на камне набухает небольшой отросток, затем он увеличивается в размерах и вскоре отваливается. Самый интенсивный рост камней-травантов наблюдается после дождей. Тогда они начинают расти, как грибы. Самое удивительное, что на их срезе обнаруживаются годовые кольца, такие же, как и у деревьев. В центре каждого такого камня есть ядро. Дышат траванты гораздо заметнее, чем остальные камни. И перемещаются тоже быстрее. Самые крупные траванты достигают 10 метров в диаметре и столько же в высоту. Чем камень меньше, тем интенсивнее он растет, с возрастом рост замедляется. Совсем как у живых организмов. Не так ли? В Румынии создан целый музей-заповедник под открытым небом. На территории чуть более одного гектара расположено множество камней самой разной формы и размеров. Траванты есть и в России, в Орловской, Вятской области, Краснодарском крае, в Крыму. Немало их в Казахстане, то есть это не такое уж редкое явление. Официальная наука утверждает, что свойства травантов объясняются структурой камней, все они состоят из песчаника. После дождя каменные валуны набирают влагу, происходит химическая реакция, получившиеся соединения давят на песок, в результате камень растет. Вполне вероятно, но это не объясняет размножение травантов, наличие у них ядра и годовых колец. Существуют и другие удивительные свойства каменных глыб и даже скал. Так на сегодняшний день обнаружено множество поющих камней. В большинстве из них исследователи обнаружили щели и полости, они-то и создают акустический эффект. Но как объяснить находку московского инженера Афанасия Пиктурина, обнаружившего в 60-х годах прошлого века на Алтае скалу, которая отвечала ему эхом-перевертышем и каждый раз прогибалась под действием звука. Собирая вещи после привала, он случайно разбил спиртовку и с досады крикнул «Вот черт!». Через несколько секунд эхо ответило «Трё чтов!». «Кто тут?» — спросил Афанасий, решив, что это чей-то розыгрыш. И снова услышал ответ-перевертыш «Тут отк!». Больше часа инженер выкрикивал разные фразы, и каждый раз эхо повторяло их наоборот. Правда, при условии, что они короткие, не более трёх слогов. Тогда он решил найти источник отражения звука. Им оказалась 15-метровая скала. Ощупывая её в поисках трещин, Пиктурин поранил ладонь и в сердцах воскрикнул «Дура!». В ту же секунду абсолютно твёрдая скала прогнулась. Афанасий ещё раз выкрикнул это же слово, и снова скала отозвалась странным прогибом поверхности. Инженер рассказал об этом геологам и исследователям паранормальных явлений. Скалу тщательно осмотрели, но объяснения непонятным эффектом так и не нашли. Известный советский геохимик и минеролог Александр Ферсман ещё сто лет назад высказал и обосновал идею о возможном пути эволюции кремниевой жизни на Земле. Уже в наше время эту идею развил американский астроном-планетолог Томас Голд, считавший, что до сих пор в глубинах магмы может скрываться кремниевая жизнь. Уникальное исследование кемеровского учёного Боковикова, опубликованное в журнале «Сознание и физическая реальность» под номером 6 за 1998 год. Учёный в течение семи лет собирал и исследовал агаты и пришёл к выводу, агаты – живые камни, со множеством признаков, присущих только живым организмам. Размножаются семенами, делением и почкованием, способны к регенерации и залечиванию ран, сколов и трещин. У них есть спиралевидная кожа. На срезе чётко просматривается анатомия камня. Наблюдается внутрикаменное развитие зародыша. Есть разделение на мужской и женский пол. В кристаллической структуре женские камни хранится наследственная информация. Самое удивительное, что исследователи поддержали специалисты Томского отделения Минералогического общества РА. В протоколе номер 3 от 22 апреля 1997 года подписанным академиком-доктором геолого-минералогических наук Монаковым дано заключение. Считаем, что коллекция Боковикова уникальна, представляет научный и коммерческий интерес, а его объяснение о происхождении агатов и других кремниевых образований в природе, как возможной кремниевой формы жизни на Земле, оригинально и подтверждается другими методами исследований ученых. Кроме того, было предложено включить исследование Боковикова в областную научную программу геолкома Кузбасса, так как в этой работе имеются элементы открытия нового явления природы – кремниевой формы жизни на Земле. Оказывается, агаты залечивают раны сколы примерно так же, как хвойные, которые заливают раны смолы. Вот так затягиваются трещины, и теперь агат представляет собой единое целое. Точно так же сращиваются кости у живых организмов. А вот как происходит размножение агата семенами. Зернышки зарождаются внутри родительского тела, потом они выходят на поверхность и отделяются. Сама по себе кремниевая форма жизни бессмертна. Но каждый конкретный камень не обладает абсолютным бессмертием. Он расходуется, когда дает семена или делится. Кроме того, он может болеть так же, как и все живое. Нападение микробов и вирусов приводит к тому, что значительная часть камня отмирает. Исследования Боковикова имели интересное продолжение. Геолог Борис Фомин, прочитав статью «Открытие кремниевой формы жизни на Земле», изучил тысячи агатов и пришел к выводу. В некоторых камнях существует целое сообщество организмов одного вида. У них своя жизнь, возможно, даже разумная. Вероятно, после этой информации следующие факты не покажутся вам чем-то совсем из области фантастики. В Китае, в провинции Гуйчжоу, существует яйценосная скала, которая раз в 30 лет порождает каменные яйца, напоминающие по виду яйцо динозавра. Местные жители считают их символом достатка и благополучия. Еще одно загадочное явление происходит в Китае. На склонах горов в Гуанси, Чжуанском автономном районе, время от времени распускаются каменные цветы. Корреспондент издания новости Гуанси, увидев множество таких цветов вдоль склонов гор и на утесах, написал, что их было много, как звезд на небе. Каменные цветы достигают размеров не более 7 сантиметров. Кстати, если вы еще не подписаны на наш канал, то сделайте это прямо сейчас и включайте колокольчик. А если подписаны, то проверьте свою подписку. Последнее время подписчики испаряются куда-то сами собой. Совпадение? Не думаю. Продолжаем список. Тибетский камень Будды, Северный монастырь, в течение 16 лет сам поднимается на гору высотой 2500 метров и спускается с нее. Помимо этого он описывает круги вокруг горы и вершины. На это у него уходит еще 50 лет. Во время подъема камень весом в 1100 килограммов издает низкие звуки, напоминающие старческое ворчание. Подобное поведение камня наблюдается уже полторы тысячи лет. Китайские ученые предположили, что подобное связано с выбросами сильнейших гравитационных энергий, геопатогенных разломов и в настоящее время исследуют явления при помощи современной акустической аппаратуры, сейсмических датчиков и лазерных дальномеров. Максимальная зарегистрированная скорость камня достигает трети километров в час. Кроме того, камень окутывает слабое свечение. Объяснение всех этих феноменов пока не найдено. Синькамень Плещеева озера в древности стоявший на горе возле городища Клещен после христианизации неоднократно топили и зарывали в землю. И каждый раз камень вновь оказывался на поверхности. Предыдущий раз он очутился на дне озера в 1788 году, однако через 70 лет снова необъяснимым образом оказался у подножья Александровой горы. Он и сейчас находится в переезд Лавль-Залеском, но не лежит на месте, а постоянно перемещается. После дождя он светится голубоватым светом. С некоторых пор синькамень все глубже погружается в землю. Камни альпинисты на Луне – кратер Вителия. Они умудряются подняться вверх на 300 метров. Кроме того, ползущие камни обнаружены на некоторых астероидах. На фото, переданных аппаратом НАСА, четко видно, что валун двигается абсолютно ровно, хотя и вполне вероятно, что это и не валун вовсе, но это уже другая история. Также обнародованы фотографии, на которых эти валуны, после того, как они проделали долгий путь по поверхности Луны, в конце своего пути обнаружены рассыпавшимися. Множество споров порождают ползущие камни из американской долины смерти. По глинистому дну некогда высохшего озера валуны перемещаются с приличной скоростью, оставляя заметный след. Ученые выдвигают множество версий, которые сводятся к действию льда, ветра и других сил природы, но ни одна из них полностью не объяснила феномен. Подобные бегающие камни есть в Крыму, склоны горы Емержи и Казахстане на бродячем поле. Тут камни довольно резво бегают, оставляя глубокие борозды. Вот что пишет в 1832 году торговец солью Иван Троицкий в письме к брату. Камни не перекатываются, бегут, ползут одним боком, разбрасывая заметные даже при солнце снопы искр. Но это еще что? В штате Антарио, Канада в 1990 году тяжелые валуны вообще непонятным образом взлетали в воздух. «Никто не убедит меня, что камни мертвые, они живые, ибо они жизнь человеческую поддерживают», — сказал Парацельс. Сотрудник НИИ геологии, геофизики и минералогии Суран Станислав Николаев не торопится с выводами, но и он считает, что рядом с нами существует другая форма жизни. В доказательство ученый приводит пример. Съемки по методу Кирлиана при частоте 10-100 кГц показали, что у камней есть своя аура. И мы это ощущаем, поэтому к одним камням испытываем тягу, симпатию, к другим — наоборот. И для этого есть все основания. Станислав Николаев напомнил об эксперименте американских ученых с кварцем, который считается камнем, дающим жизнь. Исследовались засыхающие цветы. В один из горшков помещали кварц. В остальном уход и полив был одинаковым. Цветы с кварцем расцветали, а вторые засыхали. Минерал гематит действительно помогает при давлениях и болезнях крови, а также унимает кровотечение. Сердолик считается камнем, приносящим благополучие, а были и кристаллы, приносящие несчастье. Все это говорит о том, что у камней своя энергетика. Конечно, есть некоторые общие свойства, но все равно у каждого она уникальна. До наших дней дошло немало легенд, в которых персонажи превращались в камень. Даже слово такое есть «окаменеть». Причем подобные легенды сохранились практически у всех народов. Обычно они связаны с описанием скал, удивительным образом напоминающих людей, животных, деревья. А может, все это легенда? Не просто поэтический образ, а память о каких-то событиях, происходивших в глубокой деревности. Немало существует преданий и о каменных великанах, некогда живших в горах. Наши предки считали, что не только у деревьев и животных есть душа, но и у камней. Быть может и правда, нашей углеродной форме жизни в очень далекие времена предшествовала кремниевая. Ведь находим же мы стволы и ветви деревьев из полудрагоценных камней. А возможно ли в принципе кремниевая жизнь? Сегодняшняя наука отвечает – в принципе возможно. В 2016 году учеными из Калифорнийского института биотехнологий была выведена бактерия, способная синтезировать соединения, в которых присутствует кремник. Помимо этого, кремний более распространен, чем углерод, а полимерные цепочки из водорода и кремния, селаны, более устойчивы к высокой температуре. К тому же кремний образует довольно большое количество соединений, и даже в периодической таблице Менделеева он находится точно под углеродом. Но если камни Траванты и другие живые камни – это память о кремниевой жизни, не сохранились ли более крупные объекты? Чтобы ответить на этот вопрос, достаточно сравнить два изображения. Слева – пни от спиленных деревьев, а справа – так называемые столовые горы. Попробуйте найти отличия. Такие горы разбросаны по всей планете. А это сломанные деревья. Не правда ли? Места сломов напоминают скалы. Таких тоже множество. И если присмотреться к этим снимкам, то можно разглядеть в горных массивах не только структуру коры, но и внутреннее строение, присущее стволам деревьев. А вот поверхность столовой горы Башня Дьявола в штате Вайоминг, США, издали напоминает древесную кору. Считается, что она образовалась из-за расплава магмы. Но магматический расплав выглядит вот так. А теперь давайте посмотрим на следующий снимок. Никого не удивляет шестигранная структура камней. На этой схеме изображены растительные волокна. Они имеют шестигранную форму и сохраняют ее по всей длине стебля или ствола. Как и на следующей фотографии. Посмотрите. Каменные шестигранники не уходят в землю вертикально. Они постепенно изгибаются, плавно переходя к основанию. Возможно, эти кремниевые гиганты повторили судьбы гигантов углеродного мира. Еще советские биологи заметили, что на полюсах скопилось огромное количество воды в виде льда и снега, а в океанах зафиксировано необъяснимо большое скопление углекислого газа. Все это говорит о глобальном пожаре, который случился в прошлом. Расчеты показали, сравнительно недавно произошла катастрофа, благодаря которой исчезло 99,9% земной биосферы. Мы знаем, что живые клетки в основном состоят из воды. Выходят, снежные шапки полюсов состоят из той же самой воды, что освободилось при горении. Из расчетов выходит, что биомассы раньше было в 20 тысяч раз больше. Тогда биологи поделили эту цифру на площадь всех континентов, и оказалось, что места на суше не хватило бы для такого количества. И тогда ученых осенило. Леса. Это сейчас в среднем высота деревьев не более 30 метров, но если раньше они достигали 100 и более метров, все сразу встает на свои места. Каким мог быть охват ствола, можно предположить, посмотрев на фотографию пня гигантской секвой. Даже сегодня в Калифорнии сохранились великаны высотою до 100-110 метров. Возможно, вот точно так же, как пустили под корень эти девственные леса, еще 300 лет назад, украшавшие планету, были уничтожены и свидетели кремниевой жизни. Сегодня исследователи пытаются выяснить, почему, несмотря на то, что кремниевые соединения являются одними из самых распространенных на Земле, биологическая эволюция создала именно углеродную жизнь и даже надеются в будущем создать живых существ, чья жизнедеятельность основана на этом элементе. Хотя все большее количество ученых склоняется к тому, что камни живут просто очень долго, медленно и незаметно для нас. Но и они меняются в течение жизни, стареют, как и мы. Например, бирюза живет 30 тысяч лет. Первые 10 тысяч лет она светлая, следующие 10 тысяч лет приобретает синий оттенок, а затем становится цветом морской волны. Родоначальник отечественной научной биолокации Николай Сочеванов утверждает, что энергетические поля есть у каждого человека, каждого животного, каждого дерева и каждого камня. Проведя несколько тысяч опытов, он утверждает, камни обладают свойствами, соответствующими тому, что мы называем умом и духовностью. Недаром в древности их использовали алхимики для овладения тайнами природы, а врачи для лечения. Как тут не вспомнить Целковского, одушевлявшего даже атом или миропонимание предков, считавших, что душа есть не только у всего живого, но и у камня. Больше интересных и важных для жизни знаний наших предков ждет вас на официальном канале нашей школы «Славянский мир». Ссылка будет в описании. Смотрите и развивайтесь каждый день. До новых встреч на нашем канале и да пребудет с вами осознание.